Дмитрий Леонид Тунки расскажет вам о трехгодистых съемках в Грановском заповеднике, съемках уникальных семейства Лизни. Здравствуйте, спасибо большое. Трехгодистых съемок, три экспедиции 26 месяцев, которые мы с Дмитрием прожили в Грановском заповеднике, в одном из красивейших мест на нашей планете, но только в России. И за это время мы сняли удивительную историю, как маленький есенок, который совсем не приспособлен к жизни в дикой природе, где, все мы знаем, выживает сильнейший. Он преодолевает все, и за три года он становится настоящим королем Тунгры, настоящим альфа-представителем своего вида. Эта история достойна того, чтобы появиться на больших экранах. И 18 мая фильм выходит по всей стране в широком прокате. Я бы хотела на этом отдельно остановиться. Мы благодарим компанию «Каро», что она включилась и будет прокатывать фильм по всей стране. Неограниченный прокат, как это обычно бывает с фильмами нашего жанра. Да, давайте посмотрим трейлер, а потом уже более подробно рассудим. Когда я в первый раз вышел из норы, меня чуть не сдуло летом. Ветом меня и назвали. Родители хотели, чтобы это служило напоминанием, каким символом должен стать я. Я родился последним и был самым маленьким, самым слабым, самым милым. Я рос. А свои мои братья и сестры, мы убегали все дальше и дальше, и однажды своим шумом навлекли в виду. Папа защищал вас до последнего. Во мне течет кровь самого сильного и отважного риса. Вот моя первая зима. Может, хотя бы в этот раз мне повезет. Я звалил Вау. Самое оружие на всем белом свете. Тебе ты не один. А у нас новости. Я стал папой. Два моих рисенка. Стоп. Шесть? Было же два. Снова пришел фон. Я понимал, что должен защитить своих, как это сделал папа. Но страх испевел, что он стремительно догонял меня. Ты бросился. Убирайся. Я совершил ошибку. И не понимал, как ее исправить. Я должен уйти. Ну, как уйти от своей любви. Вот вы, наверное, поняли, то, что я... Работает? Алло. Наверное, вы поняли, что я имела в виду, что в жизни нашего героя столько событий происходит, что в нашей жизни столько не происходит. Такие вызовы серьезные и на жизнь, и на смерть. Он должен спасти свою семью. Своевать свое место в ней. Свои положение обратно. Своевать свою любовь, вернуть ее. Почему мы так долго снимали три года? В принципе, этот фильм можно было снять за один сезон, если бы мы делали классику Мошкома. Но мы понимаем, что сопереживать по-настоящему нашим героям можно, когда эта история проникновенная, эта история немного очеловеченная. Хотя, как бы, это не все любят, не все. Особенно втеннары, зоологи, биологи. Говорят, что даже давать имена, это нехорошо. И на самом деле, просто нам не очень приятно было, как бы, когда научку только, мы рассказываем про вес лисенка, про пол лисенка только, сколько шерсти, сколько там еще, и все биологические подробности. Это мы перевесли в книгу. У нас в Уходе с Китух, об этом подробнее расскажем. То есть, это вся информация у нас там заложена. Но здесь мы хотели, как бы, на эмоциях показать, что насколько интересны миры, насколько разные лисы, разных по характеру, по типажам, по княтию решений, так, по всему. То есть, это огромный, огромный, как бы, огромный мир, который даже непонятный для нас сначала, когда мы на него смотрели. Но в фильме мы его раскрывали. Мы не сразу поняли, что главным героем будет лисенок ветер. Мы сначала думали, что у него успешная партнерша Лава будет главной героиней. Но ее жизнь не казалась слишком гладкой и спокойной. У нее не было никаких испытаний, которые бы она преодолевала. То есть, нет конфликта, нет фильма, нет истории, которые зритель будет смотреть в кинотеатре и не выйдет из зала. Да, и когда мы начинали, был лис Тайсон. И так, как бы, это была такая альфа-пара, которая держала в страхе весь район и все другие норы в положительной насильской территории. И когда мы приехали, настраивались снимать про эту пару, Тайсон пропал. И потом мы только через какое-то время думали, что как раз вот Пенелопа, Лава, наша героиня, мы имя сменили, осталась одна. И только благодаря лодушкам мы узнали, что есть вот такой вот ветер, он действительно был как где-то призрак. Трясся под кустом. Он трясся, он боялся всего. И мы думали, что как нам не повезло. Не понимая в том, что вот это невезение как раз и ключ к какому-то успеху. Вначале он держался, он боялся всего. Он боялся лисят, он боялся лавы, боялся медведей, боялся волков. Он всегда в лучшем случае убегал. В любой непонятной ситуации он убегал. Нам казалось, как про такого труса можно делать чем-то. И мы дальше подобнее расскажем про эту историю. Сейчас опустили ее. Да, сейчас мы хотим показать вам еще одно короткое видео о том, как сейчас проект будет стартовать. Немножечко про Лис. Если вы вдалеке от этой темы, немножко предпоследим премьеру фильма. Пожалуйста, второй фильм. Привет, друзья. Меня зовут Петя и я главный герой фильма Огненный Лис. 18 мая я предлагаю вам отправиться вместе со мной в непридуманное и удивительное приключение для всей семьи. В самом сердце Гомчатки. А ведь мы, Лисы, всегда сопровождаю людей на их пути. Именно поэтому в фольклоре многих народов мира рассказывается о хитрости и находчивости Лисы. Мы популярнейшие персонажи ваших книг и фильмов. Но вопреки всем сказкам, на домашнюю птицу мы нападаем редко. Лисы – очень хорошие родители. В нашем фильме Лисица Лава самоотверженно защищает своих детенышей от грозного медведя. Лисы действительно живут бок о бок с людьми с очень давних времен. Поэтому мы, как кошки и собаки, часто становимся героями ваших мемов. А в социальных сетях можно найти множество аккаунтов любителей лис. И теперь, когда вы узнали о нас чуть больше, мы расскажем вам удивительную историю, которая произошла на другом краю нашей страны, на огненной земле, куда так редко скупает нога человека. Съемки нашего фильма проходили в знаменитом Кранотском заповеднике на Камчатке, в одном из самых красивых мест и только России, но и мира, в качестве 8К на камеру Ред Рафта, в течение трех лет. Это настоящее масштабное полотно, созданное для просмотра на большом окраине кинотеатра. В съемках фильма участвовали только два человека, которые наблюдали за изменением характера одного и того же героя в течение 26 месяцев. Было проведено две экспедиции за три года. Так давайте посмотрим, какими невероятными приключениями наполнена жизнь лис на Камчатке. До всей скорой в продаже появится фотокнига по мотивам фильма в суперобложке из постера. А к выходу картины в прокат выйдет специальное образовательное положение. В мае в Москве будут организованы фото-выставки, посвященные проекту. А в рамках продвижения запланированы организации коллективных школьных походов. Премьера же картин планируется в рамках Московского международного кинофестиваля. Спасибо за внимание. И увидимся в кино совсем скоро. С 18 мая. А никто... Никто не узнал голос, которому говорим наш лисенок в фильме? Наш герой. Это голос российское озвучивание Армандо Блум в России. Олег Ферозуб. Это мастер дубляжа. Легенда уже к этому моменту. Он озвучивал Эльфа Леголаса в области Линия колеца. Это именно он. Наша лисенка помог ему заговорить. Мы долго выбирали, и Олег нам помог чисто по-человечески. У него был такой отклик к фильму, к герою, и его мягкий тембр. Где-то в интернете пишут ангельский... А, небесный голос или ангельский тембр. Вот так говорят про голос Олега Верозуба. Он помог нашему герою заговорить. Да, и когда смотришь на Лиса, то начинаешь верить и думаешь о том, что это что-то чуждое. То есть он настолько писался, что уже это ветер, и эта история, которая наоборот еще туже нас окружает все трипятии главным героям. Да, мы боялись, что когда голос станет фильм, мы наложим его вместо субтитров, потому что мы будем в шоке и ужасе, и не бежать искать кого-то еще. Да, и на самом деле история у Лис настолько, что она огромное количество и перипетий, и трагедий, и конфликтов, потому что Лисы как бы находятся в середине пищевой цепочки. То есть они охотники и жертвы. На них охотятся волки. Самые опасные медведи часто просто вскрывают норы, потому что они интересуют запахи. Иногда, если эта нора емко, то есть где с одним выходом, то тогда достаточно просто и висят достать. Но все-таки медведи для Лисы такая большая угроза. Медведи даже иногда их тролят, отбирают у них рыбу. То есть если видят Лис по Хербакину, в фильме мы об этом рассказываем тоже, если Лиса видит, что медведь поймала, она чуть-чуть подбегает, кусает его за задницу. Медведь думает, что пришел другой медведь, бросает рыбу, разворачивается, думает, что начинается драка какая-то. Лиса живет на другой скорости, она отбегает, продает рыбу, бегает. И медведь пытается его догнать, и понимает, что он больше экономическим больше потеряет. Потому что это самое важное для людей, это что? Набрать вес? Набрать массу. И так, ну ладно, идет опять ловить рыбу. И Лисы, они поживают благодаря вот этой симпатике, хитрости. Они сразу просчитали масс, увидели, что мы очень неподвижные, медленные какие-то, несуразные вообще. Ну как, поймать мы их не можем. В начале глава первой сезонки подозревала у нас, что мы гастроневические интересы взяли, какой-то испытывали, и с ненавидом относилась. Но потом осмотрела, что мы даже на это не способны. Возьмут нас рукой, и все, так, беспокойтесь. Но самое важное для нас было как раз держать дистанцию. Еще больше дистанции. Я предлагаю сейчас потихонечку рассказывать о... Да, говоря о сюжете фильма, еще немножечко мы расскажем про вторую сюжетную линию и плохих парней. Ну, чем, как это сказать, чем хуже парень и враг, тем более герой наш герой. Поэтому наши плохие парни, это медведи. Это постоянная, постоянная компенсация, постоянная угроза для Лис. Потому что у медведей там на побережье и в тундре, где у нас были Норы, мы снимали Лис и Сирни, там автострады из медведей, которые там курсируют. И, конечно, Лис и Норы постоянно подвергаются атакой. Вот, наши плохие парни-медведи, но они тоже, конечно, хорошие. Есть и юмористические эпизоды в фильме, мы хотели показать, что это природа, это гармония видов между собой. Но поскольку у нас главный герой Лис, конечно, он должен как-то выживать. Мы на его стороне в фильме. Так что медведей тоже будет много, экшенов с ними тоже будет много. Да, я на презентацию могу подключить. Как Дмитрий сказал, мы делаем такой ненаучно популярный фильм. Мы полностью отходим от этого подхода. И все вопросы, найдут свое освещение в руки со всем изданиях, не в фильме. Да, мы сейчас подробнее расскажем. Опелируем мы только к эмоциям людей. Вот наш самый главный герой, это Литер. Первый год он боялся лисят, патологически боялся лисят. То есть Лис, он приносил мышку, и завтра с Катиной не хотели, там, поблагодарить, пообщаться. Он бросал эту мышку и убегал от ней в каком-то ужасе. Потому что не знал, что с ними делать и как поступиться. Потому что видно, что в детстве произошла травма. Об этой травме вы узнаете в фильме, когда придете, такая сильная. И как он с ней справился. И на самом деле, чем хороша наша история, эта история больше не человеческая. То есть как работая над собой, можно преодолевать трудности. И как из неуверенного совсем вот весенка получился вот действительно такой вот доминант, альфа, который король трудный. Да, мы выбрали героя в середине второй экспедиции. Мы поняли, что это будет ветер, у которого действительно намечалась очень сильная история преодоления. И я увидела в этом очень близкую нам всем историю, очень близкий нам всем вопрос, как мы все недовольны собой. Кому-то кажется, что мы не сильно красивые родились, кому-то не сильно здоровые, кому-то не хватает характера, какой-то пробивной способности. Кому-то, я не знаю, чего. Мы всегда недовольны, но мы способны преодолеть. Мы способны преодолеть даже самый сильный глубинный страх, даже самое сильное испытание. И вот наш весенок, который родился в мире, где выживает сильнейший, а он бедный, родился самым слабым, но он становится таким героем. Его история и нас она вдохновила и как-то воодушевила бороться, потому что там было непросто жить и непросто работать. И я надеюсь, что она вдохновит и воодушевит людей, которые придут на фильм и посмотрят. Даже скажу по секрету, мы не верили в этого весенка сам, и у нас были планы, чтобы снимать морских рис, сейчас мы дальше их покажем. Вот эта великолепная пара, у них был потрясающий ритуал ухаживания, то есть забота, это была какая-то романтика, это были какие-то отношения. А что мы видели на контрасте? Весенок, который видит рисунок, и в страхе пикает, ну, кому это будет интересно. И как это все показывают на экране. И это время не будет. Да, и к сожалению, когда мы приехали на Лиман, мы, может быть, к нашему счастью, не знаю, как, ну, произошло то, что беременная леса пропала, и вот эти воушники зафиксировали волков на этой территории. И мы подозреваем, что произошла какая-то трагедия. Соответственно, мы вернулись назад к нашему недогерою, и нам вынуждены были этот сезон снимать только его. Поэтому, что природей. И вот, это вот с коммунной фотографией, там история была тоже потрясающая. Там несколько лисов, не идти, чтобы воспитывать 50, и эти лисы не пропускали никого. То есть медведи пытались там домогаться на них, потому что они знали, уверенно были в себе выжить. Лиман – это очень узкая полоса, суши между рекой Кроводской и океаном. И выжить там было очень сложно, не имея вот такой бальцовский характер. И вот лисы нас настолько эти покорили, что потом мы долго были в какой-то депрессии, чтобы не получалось их снимать. Мы понимаем, что нас ждет вот этот вот трусливый ветер, с которым надо работать. Это было очарование. Они даже на нас нападали, понятели свое утаскивали у нас оборудование, попортили нам звук, уничтожили дорогущую петличку, которая писала звук. Ну а что делать? Ну да. И самое главное, это очень интересно было за ним наблюдать, но действительно мы рады в том, что получилось все-таки больше внимания уделять метр. Конечно, жалко, что это сидя тоже не состоялось, это технику получился в фильме совсем другой. Вот, яркий пример того, что как лава очень такой жесткий характер, и она всех не сеансов в строгости держала, как и ветра. И один веселый, только один веселый из трех подметров был в бимчиках. И любитчика в такой степени, что она позволяла ему там забираться на шею, она терпела от него все, а всех остальных, включая ветра, она вот под большим весом. Вот этот ветер, это третий год, когда он стал проявлять свои отцовские качества, когда он разобрался, что такое дети, стал с ними играть, старались учить, стал обвлекаться воспитанием. Потому что первые два года, просто он где-то был на горизонте. Он ответственно кормил, прибегал, бросал и убегал в страхе. Когда они уезжали к нему, ба-ба-ба, а он уже сюда не жил. Вот главный, как бы, тоже герой нашего фильма. Вот вы видите справа, это на океане, вот как, это часто с кожей рядом бывает. Медведи подошли и пытались выкопать народу, пытались откопать маленьких лисов 70, они только только появились на свет. Чувствуют запах, и представляете, на каком стрессе находятся лисы, когда вот такие вот негодяи подходят к их территорию. Но самое страшное, все-таки, это волки. Волки часто вот на ловушках обнаруживали, когда они маленькие молчат, приматили именно оттаскивать их на десятках. Это было, например, паника, лисы начинали орать. Мы ночью просыпались, даже возле домика, и послышали гриль, но в обвлекации куда-то идти, когда мы о том медведе, волке, тоже будет возможно, и переживаний было больше, чем достаточно. Вот такие ловушки, потому что сквадки использовать крайне сложные, снимать хорошо птиц на Камчатке тяжело, потому что в виде видеосооружения первым делом приходят их проверять. А так как обзора нет, сбить эту палатку, заварить, как мешок с пулем оператора, фотографа куда-нибудь тащить, медведей ничего не стоит. Поэтому крайне опасно заниматься вот такими съемками на Камчатке, но под охраной Ани у меня это иногда получалось. Вот такие вот боксы мы использовали, это антивандалии, и то медведи первый год пломали в шедерке ловушкина, просмотрели их, им не понравились, что они стоят. И вот такую конструкцию мы придумали, чтобы меньше наносить вред природы, то есть это просто мы их не использовали ни в трепет, ни в деревьях, ни в трепет, ни к чему, не надо было рубить ничего. И как бы это вот самое такое, самое экологичное, что мы нашли, и меньше всего тревожило. Лис, единственное, что у нас стоял, у нас есть микрофон, и мы думали, что микрофон для детей никого не используется. Вот пришел Лис, который был на этой трепетке, я даже не знал, что у Лиса так коготь, у Лиса выпускается, он подцепил микрофон, вытащил, подвал его, что типа это наша приватная территория, что нечего написать звук. Ну, к счастью, у вас все ловушки, благодаря вот таким карабам выдержали. Так, ну, ты расскажи про себя. У нас три экспедиции, все очень разные. В третью экспедицию мы много времени снимали на Лимане, очень тяжело, конечно, снимать, потому что жить там негде. Это такой маленький бакончик, который где-то 2,20 на 3 метра, и туда нужно сложить все. И туда добирались люди. Там ловится, в нем нет вещей, а морозы были такие, что воду первый раз принесли в воду, и вода до весны в этих пластиковых канистрах до середины лета. Она так и не растаяла ни разу. И вода в доме прогревалась больше плюс, наверное, 3-5. Это пока газ горит, потом опять минус. Но там мы сделали, конечно, невероятные съемки, там произошли с орланами. Рысь попала на эту ловушку, но фильм она не вошла. Это было не зря. Мы сплавлялись туда несколько километров по реке, вот на таких суперлегких парк-покрафтов. При килограмме есть такая лодка, в ней все оборудование, все камеры в кейсах, еда, одежда. И дальше мы живем вот в домике, на следующем слайде. Вот этот домик, мы там жили в нем, когда была зима. Вот поэтому там 2-3 см стены, ну и он весь на дырках, там пол на дырках. Но, по крайней мере, это были стены. То есть мы были защищены от хищника, и у нас был электрозабор. Но вы видите, что такое электрозабор для медведя, когда... Ну, скорее всего, Росомаха, он действительно что-то хочет. Ну, или Росомаха, что-то вскрыло наш домик и уничтожило. Это был спальник. Потом его не стало. Давай, давай. Следующий том книги, который мы сейчас выпускаем, к выходу фильма. Вот с таким бостером. Это наша главная героиня, баба. Она такой символ. Потому что лава, она вулкана, потому что вам показалось, что очень хорошо по энергетике, по всему, и олицетворяет Камчатку, вот эту силу, мощь, первостанность какую-то. Это будет целый блок. Это издание состоит из двух книг. То есть, собственно говоря, второй фото книг Камчатка Росказ-Лиза, где мы рассказываем историю, как мы искали героя. Вот как мы пытались, пытались, искали, надеялись, что будут другие. И в итоге, через расстояние своего, своих, в высоте шести месяцев потерь, поражений, слез, отчаяния и всего, мы разглядели, увидели, сколько всего он пережил. С чем он столкнулся. Вот эту историю мы описываем в книге. Она на двух языках, она переведена сразу на английский, и будет на параллельный перевод. То есть, конечно, переворачиваешь и на английском. И цитаты из фильма, фотокнига. И к этой фотокниге образовательное приложение. На восемь страниц такой журнал, где ответы на все вопросы о лисах. Очень компетентно написаны и интересно и улюстрируют. Это мы сейчас дальше расскажем. Да. Не забегай, Гребка. Это вот, когда мы снимали фильм. Дело в том, что у меня диктим был достаточно длиннофокусный, и наушники были. Я ничего не видел и не слышал. И самое главное, что Анна в страхе много раз такое было, что показывает лоб и тветь. То есть, ну, думаешь, что я как-то среагирую, и стану, я говорю, хорошо, мы снимаем. Она понимает, что на ней никакая охрана и безопасность наша. Она не понимает, почему я так радуюсь. А когда я смотрел через видоискатель, отстранялся, я думаю, что человек, который использовал больше эмоций, чем можно себе представить. Вот. Ну, зато получились такие хорошие кадры, потому что Аня не могла держаться, не подала в истерику. И все хорошо было. Вот опять перебятий нашего главного героя. Это все-таки третий год, когда взаимодействия пошли, и ветер стал таким достаточно мужественным. Он на второй год стал появляться к нам на глаза, потому что первые кадры были только на баталлуржке. Достаточно арсеналия, хорошая, но только вот таким образом могли за ним наблюдать. И потом он видел, что лава так спокойно реагирует на нас, но он стал позволять себе какие-то волности. Подходи там на 50 метров, на 50 метров. Ну, самое важное, это звук. На самом деле я микрофон держу, наверное, один раз держал, потому что это все делала Анна, и все звуки писали, и фильмы можно посмотреть, потому что почему стоит пойти на большой зал, звук 5.1, получился записать огромное количество дань. Молодец, Анна, потому что разные-разные звуки, которые издают ли сиат, как они их зовут, как общаются, огромный большой язык. И этот язык получилось запросить. И вот на домашнем, на телевизоре, это все не слышно. Не слышно, это только на большом экране. И со звуком у Василия сейчас очень долго. Где-то, наверное, месяца 5, чтобы сделать вот такое погружение в такую вот глубокую тему. Без записи, потому что каждый раз они очень... Это тихие звуки, часто громкие, но они постоянно что-то извлекают, как-то общаются, разговаривают. И они многогранные, не то, что мы слышали. Даже для нас это каждый раз большое открытие, что лисята всегда выдают. Ну, это вот лисенок, который третий год, чуть ли не последний месяц перед прощанием. Просто разворот. Вот. А это образовательное приложение. Образовательное приложение написала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института экологии Валюции Медицинского РАН Анна Ячмейникова. Она, ну, один из крупных ученых, которые у нас в России изучают псов и больших кошек. И она занималась изучением лис именно в Хронотском заповеднике, где мы снимали, на Камчатке, больше 10 лет. И Анна, конечно, написала... Она их очень любит. Она их лично, к ним очень хорошо относится, к этим животным. И ко многим прикипела и рассказывает очень интересно. При этом это такие биологические факты. Я много его не знала, хотя я готовилась к этому проекту. Очень интересно. И иллюстрировано было художником, который занимается иллюстрацией детских книг. Здесь нам сказали, что мы еще в детской книге закладывали специальные ошибки, если вы... Ну, как бы, некоторые ошибки на лицо. То есть, может быть, кто-то скажет, что здесь неправильно, это рисунки справа. Да, такие игры. Там с вопросами. Там очень много игр. Вот, здесь мы, например, на этой иллюстрации показываем, что семья осталась жить зимой все вместе, как раз эта иллюстрация из главы, где мы говорим о судьбе лисят, как лисят развиваются и как они уходят. И глава заканчивает с этой картинкой, что лисят не ушли, а остались зимой вот в таком уютном домике вместе с родителями. Им так чудесно и хорошо. На самом деле, их всех выгоняют. Это жестоко. Этот эпизод вошел в фильм в режиссерскую версию, но она сейчас, этот эпизод, вырезан. Я не знаю, возможно, в закрытых показах или фестивальных показах этот эпизод будет в прокате. Потому что, какую жестокость выбрали. где-то очень интересно. Как вы прогоняете своих детей. Сегодня приехали из Питера, потому что мы уже сделали, настраивались на 23 марта. 23 марта премьера перенеслась из-за подвижных релизов, идущего корабля и прочего. Он подвинул. И поэтому у нас подгорилось время, и мы уже решили воспользоваться, а не сократить. И если фильм не выйдет уже 18 мая, не знаю, что станет. Не сократим вообще. Торопитесь, потому что 18 мая все-таки выйдет. Надо приходить, пока мы будем удалить. Листа дальше. Вот и интерактив тоже будет в этом образовательном приложении, как это у Y1, например, для детей, с разными вопросами по биологии и следственными заданиями. И после каждого раздела и главы у нас публика факт. Дальше? Да, ну, здесь как бы такой очень хороший посыл, добрый, со мной сформированный и развлекательный, и образовательный. То есть, то, о чем мы рассказывали, почему мы научным отказались, мы хотели, чтобы дети, семьи получили какие-то эмоции, вопросы, они сами в них заявили. Потом после какого-то момента появилось желание найти ответы на все эти вопросы. Мы думаем, что мы постараемся хотя бы как минимум электронную версию заслать бесплатно по всем школам, кто проявит к этому интерес, чтобы можно было какие-то в игровой форме доносить вот эти знания на детей на наших. Да, вот это комплексное издание, второй топ, это книги с образовательным приложением. Этот проект как отдельный элемент большого кинопроекта был поддержан президентским фондом культурных инициатив. И мы почти весь тираж, который запланирован изданием на деньги фонда с поддержкой фонда, мы распространяем бесплатно по образовательным центрам и заповедникам, вот в Кузнеевских столбах есть целоаккредитованная программа по библиотекам, школам, детских домах. То есть мы просто бесплатно люди получим. И, конечно же, для школы, для своей внеклассной посвятительской работы получат вот это приложение. Ну, а бесплатно, прямо неограниченно, все в электронном виде мы разошвем, централизованно. Еще у нас возникла идея, что у нас написан замечательный закадровый текст, который полностью ложится в детскую книгу. То есть закадровый текст фильма это как отдельный рассказ, который мы немножечко дополнили из-за того, что текст и фильм, когда фильм убираешь, текст немножко теряем, мы дополнили. И у нас выходит в мае, в мае, в начале мае, выходит иллюстрированная книга по мотивам фильма. То есть основана на тексте фильма, как рассказ. И она будет иллюстрирована такими замечательными ангварями. Сейчас мы на ней работаем. По сути, каждый эпизод фильма, как фильм развивается, иллюстрированных ангварями. Ну и самое главное, что Людмей не такие вот владеи, как и какие-то люди, которые висанты ранены. Здесь это все по мотивам фильма, и в самом начале фильма у нас есть страдания, где-то, когда он думает, что остался отдельный. Здесь уже хорошо тоже показано, рассказано, более в такой легкой детской манерке. Подвиг. Подвиг, снятый на лимане, на побережье Тихого океана. Художник переработал. Это уже для самых маленьких. Получился у нас фильм 0+, ну или 6+, сейчас мы решаем этот вопрос, как подавать его в итоге. Книга, это книга для взрослых, образовательное приложение для детей 12, 14, 15, ну и взрослых тоже будет интересно, а это для совсем маленьких деток. Можно заставку как-то поставить? Да. Может быть, у кого-то вопрос есть. У нас два микрофона, поэтому давайте мы оставим вопросы на потом, я заберу вас на микрофон. Уже перейдем к вопросам, как вы думаете? А, да. Перейдем к вопросам, если есть вопросы, если нет, мы расскажем про них, можно сказать бесконечно, долго. и поймем к сознательным вопросам. У нас есть некоторое время, давайте мы оживим аудиторию, я думаю, что очень много вопросов будет. Поднимайте руку, я к вам подойду. С вопросами. Есть вопросы. Вы не знали на фестивале полной тюрьмы? Было 90 минут, мы сейчас подрезали, будет 80 словам. А еще, премьера будет такая, с австроеми поджественная, или просто сразу культурный театр? Премьера, мы рассказывали, будет на московском телефестивале, но там ограниченное количество времени будет много спецпоказов. В Москве, в Питере, в других регионах, когда будем приезжать, рассказывать, на протяжении всего проката. Я думаю, в разных городах все это обязательно будет. И плюс, мы больше подготовимся, потому что, вот мы буквально сейчас, сегодня приехали из Питера, мы вырезали эти 8 минут, 9 минут, сейчас все, в декунду, в декунду, мы можем основательно подготовиться, собрать материалы слишком большие, чтобы это все самое интересное, бэкстейш вытянуть, и рассказать, показать про очередь, какие-то перипетии, камеры все снимались, что это делалось, потому что много очень интересного, что получилось, мы там приехали, и вообще не понимали, что происходит. и поэтому мы, наверное, несколько месяцев расставляли на полорушке, чтобы понять, какие-то закономерности. Потому что правильно, вот, у Зала говорила, что глаза есть, а посмотри, нет. И мы, когда приехали, в новенькие такие, что вроде, выходим, смотрим, ничего не происходит. Ставили, в разных локациях, очень разные, ставили ловушки, смотрим, а здесь жизнь такая, что идет включен. Ну и как, пока мы стали понимать закономерности, прошло какой-то ремень. Почему очень сложно сразу на крапах приехать и снять хороший фильм? Вот так, западные компании часто делают, приезжают на 3 месяца, на 4 месяца, на 13 лет спинки, поэтому это Туристское озеро, поэтому это какие-то вот такие гарантированные локации. потому что, ну, допустим, тоже на реке Крамонская все зависит от того лосося. Если лосося не заходит в реке Крамонская, то там практически пустынно, потому что все разбредаются в орицинусе. И многие дети-зведи зависит от того, где находится лосось. Медведи, волки зависит от того, где находится состав древних, или волоси, или там все другое. И поэтому все описать закономерности, а потом еще очень важно было в этом фильме предсказать и понимать какие конфликты грамотные истории. И представляете, часто очень было, что мы, Мы, допустим, на важных волоснях погоды, это большой песок погоды. То есть когда сильные дожди, и мы приходим, а что, здесь идут дураки? И они сидят, отсиживаются в непогоду. И когда неделю две сети ждешь, просто ничего не происходит, и редкие какие-то моменты перехода у них, когда уже действительно чувство голодных побеждает, заставляет выпадаться, но на это они быстро отбирают. То есть надо понять вот эти слазега, очень-очень нащупать, очень долго. В официальном состоянии приходят. Спасибо большое. Я хотела бы сказать, что наши герои, наши гости не рассказали о том, что они являются авторами еще таких фильмов, которые были «Медведи Камчатки» и «Мерка Рыба Красного». Правильно, «Медведи»? Ну, «Медведи Камчатки» я оператор постановщик, а «Мерка» — это вот наш самый проект. А эти фильмы где можно увидеть? Замечательно. «Мерка» и «Медведи» есть буквально на интернете, и на сайте Грановского заповедника можно посмотреть свободный доступ, или консервный платформ, который есть. Сейчас «Мерка» выложена на государственном портале, который, наверное, вы точнее меня скажете, что это за портал. его там, этот фильм можно уже посмотреть без плана. То есть, вышел в 2020 году, поэтому сейчас, без ограничений, можно в интернете на почти любой интернет-платформе и без плана посмотреть. Я думаю, что все люди у нас умеют пользоваться интернетом. вы можете найти просто по названию. «Медведи Камчатки» и «Мерка Рыба Красная». Есть такие два замечательных фильма. Они разные по своему содержанию, по своему идейному посылку. Они тоже будут от вас. Ну, у нас очень важно было сейчас идти дальше. И вот в следующем фильме мы тоже пытаемся начинуть эту историю и показать все-таки драматургию. То есть, здесь вот «Обненный визыщик» ардинально отличается от предыдущих двух фильмов, что мы постарались, чтобы это было, как вот, по ощущению такой, с хорошей драмой. То есть, наш несенок постоянно преодолевает вот эти конфликты, постоянно вызовы. И иногда он с этим справляется, иногда не справляется. И мы реально показываем... То есть, этих ситуаций гораздо больше. То есть, мы не смогли снять, я показываю скоротки, как орланы охотятся за весятами, как собака прибегает уже ночью, это поздно, не было, и пытается, догорел на весенка, и весенок в последний момент успел там много забраться. И много... То есть, это не то, что это маленькая-маленькая часть вот тех, тех, тех историй, которые происходят при реальности. Да, Дмитрий прав, что фильм ардинально отличается от этих двух «Медведи Камчатки». «Медведи Камчатки» — очень ровный сюжет, там ничего не происходит. Там нет основного, как бы, основного конфликта, который составляет героя действовать, составляет его что-то предпринимать и меняться. И у нас фильм про Лиса, он построен вообще по лекалам, по драматургии, игрового кино. То есть, там взлет-падение, 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 и весь фильм такой. То есть, он одну проблему решит, у него развивается основная. В конце, после того, как он побеждает страх на переселях, он решает все остальные свои проблемы, и мы выходим в кино. То есть, вообще, другая работа со всем. Это очень хорошо вписывается в тему сегодняшнего нашего дня, тему наших фильмов. Все как у людей. То есть, вот вы снимали про семью Лиса, про Лиса как героя, и это, как раз, говорю, очень близко с нами. Мы ассоциируем себя, например, с ним, с этим героем, где-то с каких-то коллизий, которые он попадает. И это очень нас уважает. На самом деле, все больше, чем у людей, потому что у Лисы очень много разных психотипов, и они все абсолютно разные. Это как и люди. То есть, вначале мы там много узнавали, но через какое-то время, как мы китайцы определяем, уже понимали, там, за пять километров, кто бежит по походке, по наваткам, по всему, что это зависит, какой возраст, и там, все прочее. Вот. И психотип очень, насколько кардинален, потому что у них есть несогидные, примерные семьи, которые там есть. Вот висята, есть леса, они их кормят, они прямо до пищевой кумы лесу кормят, что она не может двигаться, она только лежит и счастливая. А есть, наоборот, проводят целые гаримы, и он где-то пока с одним гаримом возится, другие леса глотают, и они были истории именно там у нас, когда они соединялись, создавали детские садики, и как только у них жизнь налаживалась, потому что тот год был не выраженный, и как-то одна леса пытила дальше, а другая была, как бы, присматриваясь за вот этими всеми 16-90-х, которые образовались огромными в детском садике. Появлялся лиц, они после этого все лугались, расходились, и тут же лиц пропадал. То есть у них настолько вариативность, Евгения, масштабная, что вот так называть примитивно, построить взгляд у нас примитивный, что это вот какие-то второго сорта, как-то взял. Вообще мы много говорим сегодня про сюжеты, про то, как наш герой похож на нас, и что у него такая личность, и столько много испытаний, но мы забыли сказать самое главное, ради чего этот фильм делался вообще. Основная главная идея, мы хотели донести вот что, мы люди, мы удивительные существа на этой планете, которые строят свою инфраструктуру, свою вообще систему, как муравьи, да, они же вообще свой мир строят сами, рукотворное, можно сказать, ну, как это сказать, рукотворное, ладно, оставим так, и у нас тоже, и рукотворное, да. Но мы настолько забыли, уже выйдя из вот этой колыбели природной, откуда мы идем, мы забыли, что мы, есть дети природы, мы из нее вышли, и мы рождаемся сразу в эту инфраструктуру, но связь наша, глубокая природная связь, натуральная, с природой, ее нельзя прерывать, если мы ее прерываем, теряем вот это заземление, теряем связь с природой, воздух свежий, деревья, шум пребоя, тишина, река, мы теряем, мы начинаем страдать, у нас возникают проблемы, мы болеем, мы не подбитываемся этой энергией, и вот наш герой, он эту связь не потерял, мы приглашаем вас в кино, правда, посмотрите, и это сложно мне объяснить, потому что к этому ведет весь фильм, герой потом говорит, это она давала мне силы и смелость, она меня научила любить и восхищаться красотой, моя огненная земля, моя Камчатка, то есть он был самым слабым, он народился, но он черпал вот эту силу, это было то, что помогло ему преодолеть внутренний убитый, страшный страх, который вообще не давал ему, и мог стать причиной его гибели, он черпает оттуда, то есть только, идея какая, только опираясь на какие-то сильные эмоции, на дом, на свой, на природу, на любовь, можно преодолеть самое страшное. Ну, одна из таких основных причин еще, почему мы стали снимать вот именно в этой локации лисы, ну, я уже говорил о том, что лисы лучше проводить, чтобы через них рассказать уже о всем натуразии Камчатки, чтобы вовречь, и они обладают такой эмпатией, и лисы нас можно не любить, если проще, все понимают это и все знают, но одна из главных причин, почему мы их именно там стали строить, потому что это река Крановская, и вверху Крановское озеро, и всегда в протяжении всей истории, как создание Крановского заповедника, разные, разные, как бы были промышленные интересы по своим, а вот когда мы начинали снимать, очень серьезно рассматривали правительство, создание рыбовода через это место, а как людей вовречь в том, что понимание, что это дом есть, дом для этой природы, чем вот создание таких фильмов, которые не просто путь включает, а включает душу, включает сердце, включает людей, чтобы посмотреть со стороны, насколько этот мир, он параллельный, но он не хуже, может это же лучше, чем-то нашего, и это более чистый мир, не таких вот уголков, как Крановское исполнение, наверное, на планете, на всей, не только в России, на планете осталось совсем мало, это наше действительно достояние и ценность, и вот после хима, мне кажется, вот такое вот ощущение, вот этого красоты, и чувство прекрасного, оно сохраняется, и долго еще с собой носится, и вот, когда туристы вот приезжали, там, и часто они бывали, спрашивали, как он здесь, и говорили, что, мы заведем только себе, потому что мы попали вот в такое место, себе коснулись к этой красоте, мы искренне это любим, и мы стараемся вот эту любовь, на протяжении трех лет мы ее упаковывали, и вкладывали вот в этот фильм, поэтому крайне важно посмотреть по большому экрану, потому что это, когда не отвлекает гаджеты, когда никто не отвлекает, когда есть хороший звук, замечательное качество, потому что по цвету, по всему, старались в 8х выбрать вот эти моменты, потому что это тонкости, которые создают вот важность этого вопроса, глубокого, глубокого средства, глубокого средства, в частности наших героев, с переживанием, и вот у нас вот начинали вот эту трамву, почему мы к ней пришли, потому что, ну, как бы мы больше видим истории, которые делает Destry Nature, и там самый яркий, наверное, фильм, это медведица, но у них для себя дело не дается, полярный медведица, у них большой бракок, потому что на протяжении всей истории они всем великолепны, просто это, действительно, самое лучшее, что может быть, сняли несколько медведиц, и был от обмены, это нехорошо и плохо, то есть, ну, так у них получалось, мы постарались, ну, как бы, не сбежали этого аксамена, потому что у нас один герой, одна история, реально сложно с ним снять было, ну, получилось это удача, и все вместе, вначале хотели удача, два года мы считали, что мы настолько неудачи, настолько мы кусали лукти, не понимали, что вот она удача, вот, это как помогает жизни, мы очень связаны с этим героем, по ощущениям, по самоощущению себя. Дмитрий, скажите, Ирина, скажите, пожалуйста, вот этот фильм, вы советуете для семейного просмотра, сейчас «Код семьи», и, я смотрю, вас поддерживает Министерство культуры, да, значит, хочется все-таки ориентировать, на какую тебе вы аудиторию прошли? Фильм можно смотреть самым маленьким, у нас была фокус-группа, и дети хорошо реагируют, для семейного просмотра, конечно, и в первую очередь, мы делали фильм для семейного просмотра, будет, у фильма есть пушкинская карта, как вы видите, можно посетить его по пушкинской карте, это уже будет подспорь, и еще мы сейчас работаем над тем, чтобы включить, чтобы Министерство просвещения включило фильм в акцию «Кино всем классом», это значит, что дети смогут пойти в кино, группой десяти человек, с куратором, куратор бесплатно, по-моему, идет, а дети, там, сто рублей билет, это вообще символические деньги, это сильно дешевле, чем сейчас иногда билеты в кино достигают таких сумм, сейчас очень сильно подорожало, особенно это вечерняя, а тут дети смогут по сто рублей прийти и посмотреть, не все критеры участвуют в этой акции, но очень много, учитывая, что фильмы хоть широкий прокат по всей стране, только в самых маленьких городах не будет, это почти всех будет такая возможность. господа, давайте еще вопросы, потому что все-таки динамику надо соблюдать, у нас следующая программа, да, вопрос есть? внизу хочется, как вы сами там выживали? как вы сами там выживали? ну, как-то, как-то, тяжело в основном, мне, Дмитрий обычно такой вопрос не отвечает, он стоит, просто для него это обычно, а мне пришлось побороться за жизнь там, брила голову, первую экспедицию, побрила Асеналоса, и, ну, какое-то время соблюдала эту, эту дерьму волос, скажем так, потому что тяжело там, река рядом, и вся вода из реки, ну, река, понятно, это дело, ледяная, зимой баня, очень редко, но самое ужасное, что начинается нерест летом, и там вся река уснула над нерестившейся рыбой, и там запах-то тяжелый, а вся вода идет оттуда, ее надо и зубы ей чистить, и пить ее, и вот это было для меня тяжело и мыться, и мы старались этого не делать, поэтому лучше такие волосы не иметь, там, вот, стирать тяжело, конечно, да, самое ужасное, вот в таких местах, где мы на океане снимали, когда ведра, ты приходишь туда, через какое-то время спускаешься на парике, а в ведре, например, лежит мышь, которой уже месяц, а тебе нужно в это ведро воду наливать и пить из него, ну, такие тоже бывали шокирующие, на самом деле, перед тем, как начинать снимать фильмы, мерки, если кто смотрел мерку, об этом рассказывает, работал в оперативной группе, и у нас было много, много ситуаций, когда, сегодня, мы ходили, перестали на южнокомчанского заказника, а это, достаточно большая территория, и, попадали, сегодня, сходы неподобные, то есть, это осень, на третий день, у нас вся одежда, все непромокальные, они промокли, а утром, то есть, все это вот, мокрые, выбрасыванные палатки, здесь рядом с собой, утром мороз, для того, чтобы встать, надо это все вначале разбить, и когда это, там, второй, третий, четвертый день, это нормально, когда еще при этом заканчивается еда, мы понимаем, что вертолета нам никто не прижмет, надо дойти, надо сделать дело, надо пройти еще территорию всю, потому что, кто проверить, это все достаточно тяжелое, напряженное, поэтому, после этого, мне казалось, что столько у нас тепличные условия, ну, 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 туплая вода, берез придет, мыться негде, ну, медведь летит, медведь летит тебя убивать, нет, просто опять же, я рассказываю, что когда мы делали, там проходили посланникам, и там трупы могли бы быть только в маленькой площадке, где можно поставить палатку, только на тропах медвежек, и ночью, когда мы уставшие, после всех этих переводов, приходит медведь и пытается нас пройти через палатку эту, и потом уже, ну, первый день это, так правило, безопасно, на сторонке, если мы остаемся, там уже начинается большее тресение, вот, и после всех этих историй, уже кажется, ну, медведь, ну, вот это все, ну, и что, здесь самое главное было создать, вот, вот это был самый большой вызов, и самое большое переживание, от того, что будет в Истуге, тем более два года неудачи, которые вернулись потом в достаточно большой удачей, поэтому надо иметь терпение, понимание, когда есть мотивация, и самое сложное, это было в начале, когда не было бюджета, это слово совсем, то есть более всего, что заработала Нерка, когда мы с нас вкладывали, в огненном лице, никто не верит, потому что все, все считали, что это мотивация большая, что такого никто не делает, даже сейчас вот, когда мы общаемся с каналами, общаемся с еще с чем-то, говорят, ну, а что это за кино, ну, примеры приведите, и мы не можем привести примеры, и все говорят, нет, я тебе, это афера, мы в это не верим, и каждый раз, по протяжении всей этой истории, мы сталкиваемся вот с таким вот, большим неверием, и вот это самое сложное, чем будет, убедить людей, но потом потихонечку, на второй год, люди увидели, что мы больные, напрочь, и стали заражаться нашей энергией, и стали верить, потом эта вера все больше распространяется, сейчас она набрала уже достаточно серьезный размах, вот важно для любого проекта, это заражать своим каким-то... Вы поверили в себя? Мы-то в себя верили, мы-то в себя верили, да, что мы сможем, так что, сейчас просто, хотелось бы сказать, что третий год он был везучим, у нас получилась полоса удачи, мы доказали, что два года жили, мы сняли материал, этот фильм будет, и начали включаться компании, которые дали, наконец, финансирование на камеру, на постпродакшн, поддержала министерство культуры, а сейчас, на последнем этапе, поддерживает промо-компанию, сейчас ВТБ, и Россия-Один, весь холд поддерживает, Россия-Один как канал, Карусель, Радиомаяк, другие радиостанции, радиостанции Газпрома, Релакс УПМ, и самое главное, это КАРО, КАРО, КАРО ПРОКАТ, компания, которая более 20 лет, была главным, эксклюзивным представителем Ордер Браснос, в России, они прокатывают все проекты Ордер Браснос. Опыт у них колоссальный, и мы им, конечно, доверяем, очень благодарны. Давайте, друзья, еще один вопрос. На самом деле, у меня даже не больше вопросов, я хотела поблагодарить вас за то, что вы увидели этот фильм. Я в области людей, которые ваш проект поддерживают с первого дня, потому что я помню, как он три года назад начинался, тот позитивный платок с силами, и мне очень хотелось, чтобы он завершился. На самом деле, три года назад, я думала, мы точно не могли предположить, и вот мне вопрос, не могли ли вы предположить, что ваш фильм сложился именно таким, вот в тот момент, когда мы его начинали. Или вот эта идея поменялась через два ваших трехлетних съемок, когда вы говорили, что вы были в отчаянии два года, насколько трансформировался первоначальный замысел фильма. Спасибо вам, что вы поддержали нас в самом начале. Мы, честно говоря, три года ждали. Татьяна. Татьяна. Поправила Татьяне, потому что действительно... Спасибо. Правда. Это большая благодарность людям, которые с самого начала, когда не было даже внушительного трейлера, тизера, поддержали нас, поверили нам. Спасибо. У нас... Ну, мое мнение, фильм получился лучше, чем я ожидала. Лучше, потому что природа подкинула такие события, которые легли в сюжетную линию, что я не ожидала. Может быть, Дмитрий ожидал, как оператор, режиссер, продюсер тоже, ожидал большего, потому что было у него много моментов, когда батарейка закончилась, а там такое, что вообще... И он потом подчаянный вечером в депрессии сидит, что у него вырыбилось камера в нужный момент. Было много пропущено, но по техническим причинам, и надо не забывать, что Камчатка это не студия, это самые тяжелые условия съемок. Это ты с камерой пересекаешь реку, которая впадает в Тихий океан, и гребешь так, что если тебя вынесут, тебя... спасут уже. Ты там под каким-то снегом, по поясу гребешь с этим оборудованием, куда-то тащишь его двое суток. Это тяжело. Плюс еще выносы, дожди, метели, и все это снимать нужно. Все это дремут руки, все это препятствия, все это попадает, должно попадать в камеру, и нужно при этом не угробить оборудование, не угробиться самим. Поэтому Дмитрий, наверное, может быть, и ожидал больше. Я, конечно, я довольна. На самом деле, всегда, особенно визуально, картинка, Анна рассказывала по поводу того, что всегда мало. То есть, все фотографы, операторы очень жадны, и кажется, что плавно мы с вами высоко. И благодаря этому мы живем. Потому что, если бы мы всегда были довольны, то сказали, ну, ладно, мы сняли все, можно сидеть дома, можно вот пить чай, и все, мы уже здесь нет. Недовольство это двигатель, недовольство собой это двигатель как раз нашей прогрессы. И да, Анна рассказывала, что очень много было неудач и в том плане, что были потрясающие кадры, когда ветер убежал, пришел медведь, а лава до последнего лежала и так близко, медведь вышел прямо над ней вот когти и буквально касались ее шерсти. Но она под баньки в обрыв лежала. И она в себе чувствовала уверенность, что она успела. И она действительно, когда выскочила, она этого эффекта добивалась. Чтобы выскочить, и есть прямо прыгнул, испугался больше ее, чем она испугалась. И вот лисы часто вот такие вот вкусные моменты, когда они медведей троллят, когда понимают, когда они смогут перебороть свой этот страх. А страхи там большие, с детства часто возникают. Ну, это исторично опять можно рассказывать, потому что я так понимаю, что время ограничено. Если есть такой вот вопрос или нет. Ну, наверное, придется, к сожалению, придется совершать нашу встречу с вами. Хотелось перейти на такую прям большую встречу. Я думаю, что у нас будет еще возможность с вами встретиться, и нашей аудитории тоже будет возможность встретиться. И в первую очередь в кино с 18 мая. Скажите, пожалуйста, полюбили люди у себя по первое? Ну, не то, что полюбили. То есть мы каждый... Вот сейчас мы места не находим, как они там, и как там, и те, кого они воспитали, потому что такая африканскость уже появилась. И когда вы прикатили волки, мы не спали ночами. Понимаете, что с боем их, с одной стороны, нельзя уменьшиваться, с другой стороны, все равно проникаешься с уважением. То есть в первый год, когда мы приехали, мы на лист смотрели сверху вниз. Потому что казалось, ну, как все смотрим на тигу природу, что это такое? Там это примитивные существа. На второй год мы уже смотрели на рано, понимая, через какие трудности они приходят. А на третий, когда мы видели, какие поступки, которые они совершают. Какие депрессии будут. Как они страдают. Как они любят. Как они действительно какие искренние, какие привязанные. И что это целый мир, который мы мало-мало знаем. И вот это, на самом деле, наш фильм, это маленькая-маленькая щелочка вот в эту магию какой-то, которой этики природы обладают. И вот стараемся это показать вместе. На прощание хотела бы вспомнить, как мы улетали. Единственный раз, единственный раз мы пошли к нашим лесам, к Наре, мы пошли без оборудования, но было все упакованное, мы ждали вертолет. Мы пошли утром попрощаться. И там мама сидела, и два ее лисенка, взрослых уже, которые ветром не видели. Два лисенка, которые вот еще оставались. И мы уходили со слезами на глазах. Я сейчас, ну, держусь, чтобы не расплакаться, они снятся каждую ночь, очень часто. Камчатка снится каждую ночь, это точно. Мы смотрели в эти глаза, ее лентарные, в которых вся гармония мира собралась, гармония мира, в котором и нас живет. Вот это то, о чем мы хотели сказать в фильме, что приблизьтесь к этому, приблизьтесь к этой дикой природе. Мы оттуда, мы оттуда, нам это нужно очень. Оттуда вдохновение, оттуда всякое знание, оттуда наша уверенность. Напоследок, хотел сказать, что действительно, мы на протяжении тысячи лет жили вот очень близко в гармонии с дикой природой. Сейчас на протяжении, может быть, 100 лет, 150, мы перебрались в города, и поэтому, может быть, нам не хватает для гармонии, для внутреннего баланса, вот такого глубокого общения, наблюдения. И этот фильм, наверное, как поход психологу, психиатру, может быть, даже для кого-то, чтобы почувствовать вот этот другой мир, чтобы наполниться этим. То, чего нам в подсознании кричит, что давайте, 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 а мы не даем. И мы действительно вот этих вот клеточках, которые бы закрылись от всех, от всего, от общения, от дикой природы, мы страдаем. Дмитрий, Анна, большое спасибо за то, что вы сегодня пришли. Спасибо. Спасибо. Ваши слова. Спасибо большое. Спасибо. Ну, мы сами переживали, что как это лучше сделать, и когда слишком много материала, это просто... Когда... Когда... То есть мы можем... Ну, самое главное, это удовлетворение этих задач, которые мы поставили. Первое, это показалось, что этого нет. Нет той истории, которая бы нас самих заставляла бы напитываться энергией, получать вот больше денег. Поэтому мы все-таки решили, пока не сделаем, не испытываются. что-то... Да, 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 да. Там произошла трагедия, то, что вот там не получилось, а ветер еще был не готов, чтобы их делать. Может быть, это нас уберегало. То есть здесь мы в жизни тоже, мы не понимаем, по-почему нам у нас идет несчастье и несчастье и счастье. А вот тут не может быть это привести к какому-то счастливому моменту. Также мы с измерением уже начали к этому относиться. То есть они получили стабильную популяцию, и мы не возникли на земле, что мы как бы это желтые думали, средние даже планы. Мы сейчас переживаем больше проектов, как удержаться на такой достаточно высокой частью. Но мы, скорее всего, закончим с Камчаткой еще одним проектом. Дальше будем куда-нибудь в Арктику, может быть, в Русский Бесец. Там тоже есть, где расправляться. Есть, может, там, есть, другие хорошие. То есть мы не на таком конструкции работаем. Я надеюсь. Вы решали так у нас будет наш город? Вы знаете, мы не формат. Нет, на самом деле мы не хотим, потому что дают финансирование только на год. Документальное кино снимается месяц, а потом, там, три месяца монтажа, он может, получается, три года. Это никто, государственных нас не поддерживает никогда. Кино, потому что мы общили, окружимся, упадаем, они игровые фильмы поддерживают. Мы нормально не играли, хотя бы, мы же проработаем, чем идем. Вот я говорил, что мы между всем, соответственно, у нас очень сложно ресурсы получить. Поэтому, то, что мерка заработала, то, что мы проводили, это, наверное, первые два года, было со мной, сто процентов. Но на это, вороне, не прошло. Потому что А вот это включилось только на прокате? Нет, в этом время включилось только на прокате. В этом время не участвовал. я поняла, что вы сейчас включились, но на прокате вы уже включились. Это сложно, сейчас, непредсказуемо все. Сейчас, вот, никто не планирует дальше, чем, три месяца, четыре месяца. У нас брейки три года. Ну, скажем так, но, ну, один, который, занимает очень много энергии, силы. Я задумываюсь, потому что потом начнут вставать. Мы жесткие борьбе с судьбой. Я сейчас пропали несколько метров. Мы продвигали через Инстаграм. В России продвигали через Инстаграм. Сейчас Инстаграма нет, но она не работает. У нас надо еще и вообще со всеми с игровыми фильмами. это будет жесткость подставания. После первого уикенда эти сеансы начинают смотреть и начинают закрывать залы и перекидывать сеансы тем, кто собирает. Это жесткость тема. и у нас болтегание. Мы будем заканчать, и мы подниматься. Спасибо. Спасибо. на самом деле на самом деле недосказанные и даже какие-то лучшие кадры, которые прямо откликаются. Они очень сильные, они перетягивают другим. Мы их создатели отрезали, отрезали. А за сердце да. Здесь у нас нет, мы как это сделать? Да, есть вот у нас сайт нет, мы к сожалению только только закончили с монтажом скоп-продакшн и вдвоем всего. А сейчас прокат забирает все 99% энергии сил. Конечно, да. Украинские в Сирии в Казахстане в Казахстане и в Казахстане в Казахстане очень редко это самое сердце заповедника долететь полтора часа, это просто финансово и поэтому туда в Казахстане даже нет даже рекламная какая-то ассоциация вообще непосредственно. Вот по поводу спецпоказа мы залетели один раз в Казахстане 7 месяцев потом вылетаем 9 месяцев вылетаем то есть вы могли себе поспорить никакие статистику то есть реально весь больше там помадки вот такие полки вот непонятные сооружения избы для такого городского человека привычки это сейчас не напишите напишите на почту напишите что может социальные распространения и у нас социальная большая часть мы будем по школе библиотекам на сайте хранится споведник мы будем на этом сайте на сайте на сайте на сайте на линейке вот на линейке вообще очень не да да конечно конечно все есть еще последний процесс она появилась она поэтому остальные еще остались да это не нет нам очень сложно заниматься поэтому мы больше оставим то что это что то что да да поэтому нам получается что работа чудовищная а вот это так что да еще очень мы поем такое что ну а компания это будет то что это не не так скажем давайте мы здесь заработаем я еще честно я как вообще проект не не будет это не будет на этом все что есть соцсетях тоже можно оставить Вконтакте и если что готовы все материалы там все 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 и вот 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 мы будем делать по каким-то социальным показам кто не может себе позволить кто не может себе позволить у кого нет ресурсов по каким-то по школам зачем делать у них детские дома мы нашли я там совсем у них там ничего не будет вот такие вот могут быть еще где-то в Рязанской области вот такие вот места да стоит какого-то простые мы под детским домам мы просто подошли на проект по школам распространяли сейчас мы почему-то стали задумываться что детские дома и дети инвалиды в которых нам будто не перепадает мы сейчас будем делать показы для детей которые мы выходим с фильмом буквально первая неделя первые полторы недели этот прокат пройдет когда мы чуть-чуть освободимся мы хотим ездить по детским домам и с детьми и показам потому что они не приедут это те люди которые не смогут вообще дойти мы хотим и для них организовать все еще есть многие это я почему-то в этот момент нашла ролик про детдом и увидела детей в любом случае они именоваты дети это не назначено я согласен но детям детям от этого не легче именно так мы можем делать то, что мы можем поэтому родителей их не вернем что-то хорошее что-то хорошее не факт не факт мы сейчас можем не откроем изменить что-то не думали что-то это что-то приятная ромба на уж м ну это она и уже и мне кажется полезно в очереди что есть вы Мы не совсем коммерчно и направлены на сцену, и вот у нас, как ваши, что говорят в обращении детей, это очень классно, и мы все знаем, как, даже как Шавасёк. Спасибо, мы поддержали. Мы были с коммерцией, потому что, что пришел к уходу, и Василия Собакусова. То есть, где они поставили, я говорю, что этого года вы не разрешали участвовать, и не туда. То есть, там, в Собачокосе, где-то бывали, в Сирске, в Собачокове были. Было и такое, что были там. Нам, честно, очень помогут. Вот появились «Свободный день», которые просто большинству грантов... Большинству грантов технику нельзя купить, например. Ну, то есть, они... Прямо пока им вообще невозможно технику купить. Вот на свадьбе только... То есть, там, не выставали. «Почему не ряды уйти, а почему?» То есть, это начинается. И я когда кроуфаник, мы посмотрели там, «Колом сушками запомниться, там, какие-то лодки, вот эти вот». Скажут, что только не надо, чего появляться, за что мы не отчитываемся. То есть, люди давят или давят, но пошли. Это зависит от комбинации от вертолета, от СИЗО. Часто почему это проблемы с ним? Ну, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Потому что, когда я посмотрела, что она это снимает и снимает. Вот здесь, там, 20-22 кг. Ребята, снимать не кто-то знает, да? Да. Да. Вот у них сейчас тоже адгарный спор, насильный. Они тоже двигаются не шагом, а вау. Это очень тяжелая тема. Я еще понимаю, почему у нас тут очень подобные культуры. Потому что они... Потому что они... Иногда они, потому что по объеме, они не хватает. Вот, ребята, уже написали, что они получили грант, но это грант, а их четверто стоимость не слышала. Все дорогое, когда в принципе фильмы снимать, это... Я не знаю. Вот они четвертый год уже проявляют, что ж не могу взять. Да. Они все очень часто в деньги выбирают себе. Ну, почти всегда в основном взяли. Помочь вам поддержать экзамен? Да. Если вы не можете получить... Это не самая вопрос. Что их никогда помешает? Нет. А у вас нет того, что вы пишете? А у нас даже наши атакты как-то не актуально? Да, да. Да, там есть телефон. Но если вы еще отличные силы. Все через минимум, а в год, вместе с учениками были не развивали. Они не развивали. Просто в последний момент после этого период произошло выгорание по суциальной субсидии, потому что, когда много жанцев, Субсидия, спонсоры, только проекты, и, например, идёт по выставочный проект, и там, например, скачивается книга первая, и вторая скачивается, и сейчас все эти визиты постоянно, мы же всё в своём делаем, да, то есть я просто, я в этот момент всё, я оборвалась, я оборачиваю, всё уже. А сейчас, только время от времени, мы что-то лишим, в общем, произведение, сетей, я надеюсь, что вы знаете, всё время не слушаете, да. Спасибо вам большое, спасибо за поддержку.